Всем привет! Давайте займёмся нашими катками, нашим танком Т-34, поймём смысл, как это в принципе происходит, саму систему построения танка, отдельных его частей на болванке пока. Так, что нам нужно? Вот такие у нас получились треки, катки, теперь надо нам отключить саптул корпуса, давайте мы его отключим и перейдём к каткам. Всё, вот мы подготовили рабочее дело наше, давайте, поехали теперь изучать, как это дело соединить. Так, ну приступим, давайте нажмём в саптул Append, так, выберем звёздочку Polymesh 3D, и теперь перейдём на неё, и давайте её трансформируем. Так, вот в такой, как его называют, Parlepiped. Теперь, что мы делаем? Включаем вот эту Moff, наводим на него, и опускаем до нашего трека. Сейчас давайте перейдём в Geometry, откроем Size и уменьшим его пока в размерах. Теперь берём Moff и передвигаем на первый трек наш. Вот такая штука у нас получается. Давайте теперь, так, по-моему, вот это уменьшим его, вот так вот, и передвинем назад на наш трек, и опять увеличим. Так, вот так вот мы его увеличим. И теперь ещё сделаем пару манипуляций. Это, так мы её переведём. Нажмём Ctrl, поставим на задний трек, и опять его выровняем. Так, вот так это дело. Провернём. Вот так. Всё стоит. Давайте теперь опять нажмём, проделаем опять такую же операцию. Так, теперь нажмём Size. Ага. Не получается. Значит, будем вытягивать его, увеличивать полоском. Так. И ставим его назад. Теперь корректируем. Вот что-то такое у нас получается. Вот так вот. Немножко давайте уменьшим. И немножко поправим его. Вот так. В принципе, получается. Вот такая фишка у нас. И теперь давайте проделаем уже с подготовленным треком. Вот такие операции. Так, это вот он. Главное, чтобы они стояли ровно опять же. Потому что потом мы их уже не выровним. Вот что-то должно получиться вот в таком духе. Вот так вот. И теперь давайте ещё разико два так повторим. Рекомендую вставить каждое, конечно. Каждый трек вот так вот делать. Ну, не перепрыгивать. Допустим, можно два вот этих сделать. Один вот этот. И один вот этот. Может не получится. Время потратить. У меня, кстати, так и произошло. Так, давайте теперь посмотрим, насколько ровно они все стоят. Так, вот этот трек давайте ещё подвинем. Вот так где-то, да? Вот так где-то, да? Вот что-то такое у нас получилось. Теперь зайдём давайте в сабтулы. И отключим сабтулы вот этих вот наших треков. Так, этот мы включим. И вот этот. Так, что-то у нас тут не получается. Вот, всё, мы отключили наши треки. У нас получилась вот такая вот заготовочка. Теперь давайте сделаем, проработаем вот эти вот наши треки. как это будет выглядеть. Так, теперь откроем вот это поле F. И выберем, как и в прошлый раз, Z-Modeller. Z-Modeller, чтобы работать вот с этими вот нашими заготовками, полигруппами или как они там называются. Так, теперь что нам нужно сделать? Удалить вот эти вот две полигруппы. Давайте удалим вот эти вот. Сделаем единый трек. Нажмём пробел. Выберем Delete. И поставим комплект. И нажмём и поудаляем. А, давайте снимем выделение. И вот так вот это дело поубираем. Всё, мы очистили. Теперь надо здесь мосты навести на этих вот наших треках. Что мы делаем? Жмём пробел. Выбираем Bridge. И ставим True Polish. Ставим вот так. Вот так. Вот так. Вот. Следите внимательно. Я в прошлый раз делал тоже. Тренировался. И поставил не на ту группу. Вот, допустим, вот на эту поставил и соединил с этой. Уже потом у меня не налазили наши треки. Вот, давайте соединим. Вот так. Вот так. Потом вот так. Вот так. Так и так. Всё, вот такая штука у нас получилась. Что нам теперь нужно с ней сделать? Надо разбить вот эти вот, то что мы сделали, на полигоны. Вот то, что я вам и показывал. Так. Давайте теперь постараемся разбить их на полигоны. Как это сделать? Жмём Insert. И что-то у нас тут. Insert. А вот. Multi Loops. Вот это вот. Insert. И есть Insert. Вот. Insert. Жмём. Сейчас я вам ближе поставлю. Вот так вот нажимаем. Вот на это ребро. Сейчас. Вот так нажимаем на ребро. И вот так вот тянем. Вот так вот можно. Так. Ну, я думаю, в принципе, три будет достаточно. И тут также проделываем. Три будет достаточно. Чтобы хорошо треки смотрелись. Вот так, чтобы часто не были они. И тут также проделаем. И так. Так. Вот так сделаем. Теперь тоже самое. Давайте проделаем здесь. Вот так. Здесь четыре поставим. Здесь три. И пойдём также по три. Одинаково. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так её сделали. Подготовили. Теперь давайте выровним, уменьшим её. Теперь что нам нужно сделать. Удалить вот эти вот штукенции, чтобы осталась одна полоса. Как мы это будем делать. Так. И теперь давайте выделим вот эти наши полигоны. Нажмём Alt. И вот так вот их проведём. Alt. 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 Alt еще поставим. Главное не попасть туда. На те места, которые мы не хотим выделить потом. Работа, в принципе, вы видите, долгая. Занимает определённое время. Так. Вот всё мы это дело выделили. Так. Вроде всё. И теперь давайте замаскируем те места, которые мы не хотим, чтобы выделялись. Это вот, допустим, жмём Ctrl Shift. Так. Не то нажали. Жмём Ctrl Z. И вот так вот. Всё это мы дело замаскировали. Всё, теперь как их удалить. Допустим, вот так она выглядит, эта штука. Как их теперь удалить. Так. И давайте зайдём теперь в Geometry. Modified Apology. И уже вот эту известную нам кнопку Del Heen. Всё уберём. Ну, теперь нам надо ещё, чтобы было видно вот эти вот наши низ и вверх. Так. И давайте теперь всё это дело отзеркалим, чтобы было видно всё. Вот это дубль. Дисплей Properties жмём и жмём дублировать. Вот такое у нас получилось изготовление заготовки на цепь танка треков. Вот всё. В следующем видео рассмотрим, как на эту цепь, на заготовку одевать наши треки.